Здравствуй, друзья! Воздуха наберите, это любовь. Смотри, что я тебе привез. Захожу в квартиру в Мариуполе, а там хозяева с собой ценные вещи не успели забрать. Ну, я тебе и кольцо прихватил. Как она открывается тут, а то украсть украла. Как открывается, еще не разобрался. Слушай, выходи за меня замуж. Буду ради тебя грабить, убивать. Фен тебе новый привезу, бигуди, трусы. Все, что хочешь. А в конце просто вишенка на торте. Квинтэссенция наших отношений. В конце ты получишь за меня гробовые. Блин, а я тоже все ящики перерыл, не нашел кольца. Зато мишку такого нашел. У ребенка в детской кроватке. У ребенка теперь нет детской кроватки. И дома у него нет. И Мишутка ему тоже не нужен. Поэтому я его прихватил и привез прямо тебе. Это любовь. Это любовь. Да. Воровство, конечно, видно в глазах. Мародерство. Жадность. Готовность убивать чужих ни в чем невинных людей. А ради денег. Готовность грабить. Наживаться на чужом горе. Но еще и маленькая такая капля любви. Военное столкновение с НАТО откладывается на неопределенный срок. Просто обуви на всех не хватило. Обуви ходят наши мальчишечки. Люди. Будем благодарны, будем признательны, если поможете обуви. Особенно зимней. У нас зимы не холодные, но очень влажные. Здесь, где мы стоим, влага. Обуви, ребят, просто улетает. Нужны обувь. Нужны перцы, резиновые сапоги с утеплителем. Очень нужны. Это вот сегодня уже третий мальчик, который ко мне подходит. А есть ли у вас в помощи обувь? Будем признательны всем. Обувью, пожалуйста, помогите. Как-никак, вторая армия мира. В Астрахани. 20-летний освободитель. Вернулся домой без ноги. Мама сказала, а меня берут гордость за сына. После долгого лечения астраханский боец вернулся в родное село, в госпитале Санкт-Петербурга. Он перенес с 15 операций ампутацию ноги. Домой вернулся, чтобы восстановиться и набраться сил перед грядущим протезированием. Что-то все было на сушу. Соглава выздоровеется. А остальное все будет хорошо. Все меня трясло. Проказирование занимает. Когда вы все встречаете с администрацией, со всеми это вообще, это, конечно, гордость. Это гордость. Гордость берет. Если бы не пошел на войну. Если бы и дальше по квартире дома ходил на своих двоих. За такого сына было бы стыдно. Пока сейчас восстанавливаюсь. Швыедет, недавно сняли ток. С протезированием пока не могу. Почему? Потому что нога больная еще. Фантомные боли каждый день. Хотел Киев за три дня взять. А получил каждый день фантомные боли. Нефтяные компании жалуются, что продают бензин себе в убыток. Путин, конечно, не единственный диктатор, который превратил свою страну в бензоколонку. Но превратить свою страну в бензоколонку, которая работает в убыток, смог только Путин. Город Тверь. Остановка. Без остановки. Вот это вот Тверь. Город Тверь. Четвертая горбольница в городе Твери. Люди вот едут, бывают в больницу. Но, чтобы вы понимали, это пролетарский район. Вот это вот остановка. Остановка называется Четвертая горбольница. Вот, пожалуйста. Вот это вот остановка. Вот больница. Выборы без выбора. Армия без армии. Остановка без остановки. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Вторая армия мира отправляет на фронт БТР, которые еще Сталин получил по ленд-лизу. Субтитры создавал DimaTorzok Коробка автомат, руль-штурвал рогатый, душка вот такая, ну там десантное отделение достаточно просторное, двигатель здесь, машина на полном ходу. А она откуда, пацаны, манхита, газ, это что-то такое? Американская. Американская или чешская, или она какая-то по ленд-лизу уже? Чистый, чистый американец. Масло вылетали, наверное? Понятно. Еще две недели штурма в Авдеевке, все полуторки закончатся, дальше пересядут на студы-бикеры. Величие зашкаливает. В тот момент, когда в самой богатой природным газом стране мира, чтобы купить газовый котел, люди собираются продать почку. Люди, вы видели цены на газовые котлы? Они сейчас стоят 100 тысяч, те котлы, которые стоили 1045, ну максимум 50, сотка, 120 тысяч. Че с ценами? Владимир Владимирович Путин, создайте новую дотацию на покупку газового котла в дом, потому что мне придется продавать скоро почку, чтобы купить этот газовый котел. Кто 23 года политикой не интересовался, в 23 году интересуется тем, почем можно продать почку. Пригород Сакраменто. Так живут загнивающие американцы. Привет, обманутый россиянин. Один из пригородов города Сакраменто, Калифорния. Дома простых американцев. Здесь живут не какие-то миллионеры, не какие-то преступники, которые могут себе это позволить. Так живут простые американцы. Никогда в жизни еще так сильно не хотел стать простым американцем из пригорода Сакраменто. Это совсем небогатый поселок. Небогатый совсем поселок. Нищеброды какие-то ездят на BMW и живут в двухэтажных коттеджах. Совсем небогатый поселок, пригород. Такие здесь дома, такие дороги и такие припаркованные машины. Здесь живут полутира, военные и прочие простые люди. Вот так вот. Так живет бухгалтер в загнивающем пригороде Сакраменто. А вот так живет бухгалтер в суверенном независимом Хабаровске. Ну, ничем практически не отличаются. А то, что американцы просто спят и видят, как захватить Россию, вообще очевидно.